Канал Таёжный обитель приветствует вас. Сейчас Валера расскажет ещё один случай с Ледведем. Вот тоже поучительный. Какую надо осторожность иметь, чтобы не промахнуться с этим? Да. Это случай был где-то в 97-м или 95-м году. Там же на Купурях. Там же на Купурях тоже. Получилось так, что вертолётов не было, чтобы залететь. И мы решили заезжать туда на Буранах. Это было уже где-то число, наверное, 10-12 ноября. Вот так где-то. 300 километров от Бумаги. 300 километров, да. Затариваешься бензином и почесал. Штурмовать наши просторы. Сопли, как говорится, на кулак наматывать мороз уже, подмораживать, все дела. По дороге к друзьям заезжаем, везде, как говорится, встречи отмечаем. Строганину идем, мясо варёное, все дела. Рыбу, да. Заехали на Анёне Серёге, там хорошо посидели. Переночевали. Оттуда сорвались уже в Купуре, через Лакшах. На Лакшах всегда заезжали, там друзья были. Метеостанция. Метеостанция Лакшах, 140 километров от посёлка. Ну, как бы, были, как бы, свои люди всегда. Мы к ним заезжаем, одни к нам всегда в гости, как говорится. Мы заезжаем, где дров поможем завести, где мясом, рыбой угостим. Всегда вот так вот, как бы, общение такое вот было нормальное. У них тёплое, большое здание было, старенькое, правда. Сейчас новое попостроили. И вот мы поднялись вверх уже по Купурям. Это километров, наверное, 250. И, да, 250 где-то километров было от Бомнака. Подъезжая, я впереди на Буране шёл, друг-то у меня на втором Буране сзади. Смотрю, оглядываюсь, смотрю, он свернул в сторону. А тут перед этим, смотрю, следы какие-то. Какая-то шкурятина валяется, шкура на льду, ничего не понятно. Ну, я вернулся на Буране, подъезжаю, палатка стоит. Там у меня друг Алексей Ломкин охотился, про который рассказывал, приходил ко мне в гости всё время. Вот. Ну, и рассказывал такую историю. Кирик тоже вот буквально вчера, говорит, ночью... Это он уже там был. Да, он добыл Сахатова тоже, там службил Лаба, всё оно охотится. И вот Раскат, говорит, пришёл вот сюда, говорит, где Сахатова был, палатку поставил, сидела, ну и спать лёг уже. И тут, говорит, ночь такая выдалась, ветер, шумит лес прям вот. Вот такое, как бы... Жутковато. Не то, что жутковато, а вот получается такая погода. Вот действительно медведь любит, когда шумит лес. Его не слышно, видимо, но из-за этого, видимо, любит шариться. Ну, это он как маскировка. Ну, и тут, говорит, собаки залаяли и стихли. Я фонарик включил на часы, три часа ночи где-то так вот. Ну, я, говорит, рюкзак у меня под головой, а спальник, я прилёг опять на рюкзак. И тут, слышу, возле прям головы засопел кто-то, сопение. Я только успел голову приподнять, и такая лапа, говорит, из-под меня выдёргивает из-под головы рюкзак со шмутками, которые там были. Всё это. Я, говорит, как был в спальнике, так вылетелся с палатки, говорит, Силкин. А карабин-то висит на улице, никто же в палатку не заносит его. Вот. Дёрнул кавалерийский у него, был ещё карабин в своё время старый. Дёрнул его, патрон наперекосяк встал, он не любит этого, чтобы карабин резко дёргать, аккуратно надо. И всё, говорит, а он, вот он, говорит, метров пять-семь от меня рюкзак рвёт, говорит, медведь. Ну и всё, тут раз патрон, я, говорит, загоняю, вверх стрельнул. Я говорю, надо было прям сечь его, прям в наглую, с этого кавалерийского можно было. Но опять же, передёрнешь, не дай бог, это заклинит. Вот. И медведь, говорит, убежал. И вот мы на следующий день... А что он не в него? Вот не стал стрелять, побоялся, думает, рядом, ну вот метров пять-семь, прям от него, в упор. Ну, с палатки выскочил, а он рядом рюкзак рвёт. Что он пришёл? Надо было мочить, иначе он ещё придёт. Да я ему тоже самое, говорю. Ну вот он, короче, вот такая вот, Петрушка вчера, говорит, я вот шкурятин на лёд выкинул, может, думал, он будет шкуру грызть, и я увижу его, застрелю. Вот, а мы как раз подъехали. Я говорю, ну понятно, говорю, Лёшка. Я говорю, ну мы-то собрались вот на охоту тоже за вещь, а это получается, к нам до первого... Так, ну уже, получается, не лёг, не лёг. Так, уже ноябрь месяц, а он не лёг, ходит. Ну, да. Ну, короче, мы собрались, значит, Лёшка остался, мы поехали вверх. На зимовё доехали тоже на улице, так, по-чем, я там зимовуха. Переночевали, на следующий день возвращаемся, смотрим, он за нами, следом идёт медведь. Ну, я не стал там тормозиться, я говорю, всё это, я понимаю, сейчас неизвестно, сколько будешь с этим медведем воевать, всё это, и то есть охота не получает ничего. Я уехал. Ну, а вдруг там на Пахчи заехали, на Буране, рассказывают, говорит, тоже, ну, вроде капканы, всё расставляем, говорит, ну, говорит, прежде чем к зимовью подойти, всегда шумишь или стрельнешь. И мы, говорит, тоже один день такой приходим, что-то не то, говорит, собаки как-то не так, и к зимовью не идут, и не лают, главное, ничего не понятно. Ага, ну, я, говорит, на всяком, уже от зимовья-то рядышком тут взял, говорит, стрельнул вверх, и он из-за дров, как, говорит, ломанётся в тайгу, что тут, он их караулил там возле зимовья, ну, и всё, они, говорит, ну, вот они тоже маленько там побыли и собрались, и тоже уехали, потому что это не охота, когда за тобой всё время охотятся люди. Лёха-то потом уехал, но Санька-Гуров тоже собрались, с Покчей тоже уехали. Ну, понятно. А потом мы заезжали туда уже после Нового года. Его не было? Нет, не я заезжал, Гуров-Санька. После Нового года, говорит, поехали, видно, что следы были, а потом перестали, видимо, он где-то поморозил, волки съели, он, наверное, да, да, да. Он ноги явно поморозил. Ну, понятно. Вот такой тоже случай был. Да, балера, персональный. От зрителей тоже. Всем удачи, радости, любви, красоты, творчества, здоровья, гармонии с самими собой, с окружающим миром. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...